здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство и принцип действия подъемно-транспортного оборудования мясокомбинатов подъемно-транспортное оборудование занимает важное место в работе мясокомбината и объединяет 3 большие группы подвесное транспортное оборудование или подвесные пути оборудование для напольного транспортирования и оборудование для напорного транспортирования продуктов в этой лекции рассмотрим все из перечисленных групп оборудования и начнем с подвесного транспортного оборудования подвесное транспортное оборудование предназначено для транспортирования продуктов переработки скота во время технологического процесса внутри одного цеха передачи мясопродукции в другие цехи и на склады а для обслуживания подвесного транспортного оборудования применяют различное подъемное оборудование подвесные пути и подвесные конвейеры подвесное транспортное оборудование делят на два типа подвесные пути и подвесные конвейеры основные конструктивные элементы подвесных путей каркас подвески рельс грузонесущий орган и стрелки подвесные конвейеры кроме этого имеют тяговый орган приводную натяжную и оборотные станции перемещение груза на подвесных путях может осуществляться вручную под действием силы тяжести наклонные пути и при помощи других транспортных средств электропогрузчиков штабелеров и тому подобное на подвесных конвейерах груз перемещается тяговым органом который получает движение от приводной станции рассмотрим конструкцию элементов подвесных путей и конвейеров каркас предназначена для крепления подвесок приводной и натяжной станции и направляющих устройств он состоит из путевых балок которым крепятся подвески и главных балок последние крепятся или опираются на детали строительной конструкции здания при отсутствии каркаса подвески крепятся непосредственно к перекрытию здания без каркасные конвейеры подвески служат для крепления рельса и передачи нагрузки от рельса к каркасу а в без каркасных конвейерах к строительным конструкциям размеры и профиль подвесок зависит от места их установки профиля рельса наличие тяги и каркаса расстояние между подвесками принимают равными 60 80 сантиметров на рабочий и до двух метров на холостой ветви конвейеров в цехе убоя скота и разделки тушь рельсы служат опорой грузонесущему органу при движении груза по заданной траектории их изготавливают из труб диаметром 51 миллиметров полосовой стали 12 на 60 12 на 65 миллиметров уголков двутавра швеллера и других размеры сечения рельса зависят от массы груза расстояние между подвесками конструкции груза несущего органа и назначение пути наибольшее распространение получили пути с рельсами из полосовой стали и трубчатые груза несущие органы могут быть съемными и свободно сидящими на рельсе или со встроенными в цепь роликами с груза несущим звеном при перемещении таких роликов не происходит перекоса цепи транспортирование свободно сидящих ходовых роликов цепи с толкающими пальцами ведет к перекосу ее звеньев это связано с эксцентричностью приложения сопротивления по отношению к тянущей цепи увеличение сопротивления приводит к быстрому износу деталей роликовые груза несущие органы могут быть с одним и или двумя роликами уход за ходовыми роликами заключается в их очистке мойки смазки и ремонте стрелки предназначены для перевода груза несущего органа с одного рельса на другой при разветвлении или слияние рельсов их конструкция зависит от профиля сечения рельса направление движения одно или двустороннее из способа управления ручной или дистанционной основные детали стрелки корпус и верхняя откидная плита нижняя выдвижная плита у откидной плиты имеется горизонтальная ось поворота и два выступающих пальца внутренней и хвостовой первый выдвигает нижнюю плиту а второй отводит ее под откидную плиту в зависимости от направления разветвления стрелки бывают правые и левые в зависимости от расположения прямого участка на переводной плите стрелки присваивают номер один если прямой участок рельса несет выдвижная нижняя плита 2 если участок несет откидная верхняя плита 3 на разветвлении пути тяговые органы в подвесных конвейерах пластинчатые и сварные цепи и канаты тросы пластинчатые цепи в подвесных конвейерах бывают без втулочными штыревыми втулочными и втулочно-роликовыми пластинчатые без втулочные цепи сборные двух звеньевые имеют накладки верхнюю и нижнюю для скольжения по направляющим устройством на нижней накладке закреплены шарнирные пальцы которые толкают грузонесущий орган палец может быть закреплен наглухо и выходить или сбоку или снизу расстояние между шарнирными пальцами должно быть кратно шагу цепи втулочные и втулочно-роликовые цепи более устойчивы и долговечны по сравнению с без втулочными однако они дороже их направление движения тягового органа в плоскости расположения конвейера изменяют направляющие устройства они состоят из звездочки или блока на неподвижной оси закрепленной в корпусе при пульсирующем движении в качестве тягового органа используют штанги и разомкнутые или замкнутые цепи конструкция штанговых конвейеров не требует применения специальных подвесок для крепления подвесного пути при горизонтальном или наклонном перемещении а также на участках пути пролегающих через зоны с повышенной температурой применяют шнековые тяговые органы приводная станция конвейера передает энергию от двигателя к тяговому органу с одновременным уменьшением частоты вращения двигателя и уравниванием ее с частотами вращения ведущей звездочки блока шнека или шатуна станцию устанавливают в месте наибольшего натяжения цепи или каната таким образом чтобы ведущая звездочка тянула а не толкала наиболее нагруженную ветви конвейера и чтобы угол захвата звездочки цепью или канатом был не менее 180 градусов натяжная станция предназначена для натяжения тягового органа цепи каната и других ее располагают в месте наименьшего натяжения цепи или каната при регулировании натяжения звездочка не должна выходить за пределы рельса по которому перемещается цепь или канат она должна смещаться параллельно рабочему рельсу и направляющим цепи или каната угол обхвата звездочки цепью или канатом должен быть равен 180 градусов оборотная станция предназначена для изменения направления движения тягового органа конвейера конвейер gk1 с пальцем снизу предназначена для непрерывного равномерного перемещения туш крупного мелкого рогатого скота и свиней при разделке и состоит из приводной и натяжной станции оборотных станций подвесок рабочего и холостого ходов цепи конвейера тягового органа пластинчатой цепи типа 1 cpn 1800 каркаса приводная станция включает в себя электродвигатель датчик ведущий электродвигатель цилиндрический и червячный редукторы и вариатор скоростей вариатор скоростей и цилиндрический редуктор устанавливают на стальных плитах кронштейнах а червячный редуктор на двух балках тихоходный вал цилиндрического редуктора самоустанавливающейся муфты связан с валом червячного редуктора на выходном валу червячного редукторы закреплена ведущая звёздочка которое приводит в движение тяговый орган конвейера для натяжения цепи служит натяжная станция винтового типа, состоящая из каретки с осью двух цилиндрических направляющих и натяжного винта. На оси каретки свободно вращается звездочка. Оборотная станция предназначена для изменения направления движения тяговой цепи и выполнена в виде звездочки, свободно вращающейся на валу, установленном в кронштейнах. Причем звездочка оборотной станции холостого хода имеет шесть зубьев, а рабочего восемь. Подвески изготавливают из чугуна и закрепляют на путевых балках болтами. Тяговый орган конвейеров цепь состоит из штампованных звеньев, которым снизу на определенном расстоянии друг от друга прикреплены фасонные плиты с приливами для крепления упоров. При движении цепи упоры уступами упираются в фасонную плиту, сохраняют вертикальное положение и толкают грузонесущий орган троллеи с висящими на них грузами. Каркас представляет собой сварную конструкцию из профильного и листового материала. Аналогичное назначение и устройство имеют горизонтальный конвейер ГК-2 с пальцем сбоку и конвейер И1ФМС с пальцем снизу и крюками для разделки и зачистки скота. Особенности конструкции этих конвейеров отличие конструкции привода каркаса и тягового органа по сравнению с описанными выше. Технические характеристики подвесных конвейеров представлены в таблице на слайде. Мощность установленных электродвигателей, даборитные размеры и масса конвейеров зависит от комплектности поставки. Кольцевой конвейер И1ФКО предназначен для механизации транспортных операций в камерах охлаждения тип 1. Хранение охлажденного мяса в аппаратах для размораживания тип 2. Подвесной конвейер И1ФКО состоит из конвейеров наклонного загрузки и выгрузки и двух наклонных и бесконвейерных участков подвесного пути, образуя кольцевую систему. Кольцевые конвейеры. Принцип работы кольцевого конвейера заключается в следующем. От включенного двигателя вращение передается через муфту упругую, цилиндрический редуктор. Муфту самоустанавливающаяся на червячный редуктор, на валу которого установлена приводная звездочка. И далее через тяговый орган цепь на натяжную станцию. Двигатель приводной станции включается с общего пульта управления. Кольцевые конвейеры расположены между конвейерами загрузки и выгрузки. Полосовой путь конвейера расположен на 100 мм ниже полосового пути конвейера загрузки и на 100 мм выше полосового пути конвейера разгрузки. Полосовые пути конвейеров связаны наклонными бесконвейерными участками. На полосовом пути конвейера загрузки в местах загрузки имеются конвейерные полуавтоматические стрелки с приводом. На наклонных участках пути устанавливают синхронизатор, обеспечивающий фиксацию полутуш на троллеях под каждый палец цепи конвейера. Синхронизатор предназначен для равномерной подачи троллеев к полутушам под каждый палец тягового органа цепи и подачи электрического сигнала о наличии и отсутствии троллея на наклонном участке полосового пути. Он управляется рычагом от кулачка, расположенного на звездочке приводной станции конвейера. Конвейерная цепь с жена пальцами-толкателями, установленными на расстоянии 300 миллиметров друг от друга. Натяжная станция имеет два телескопических – радиусный и наклонный участка полосового пути. На радиусном участке установлена автоматическая конвейерная стрелка с приводом. Наклонный участок для соединения с путем конвейера загрузки. На конвейере загрузки против каждого кольцевого конвейера также устанавливаются полуавтоматические конвейерные стрелки с приводом. Стрелки, установленные на приводной станции, меняют рабочее положение от наезда троллея. Конвейеры типа 2 устанавливают преимущественно в аппаратах для размораживания вместимостью до 20 тонн мяса на полосовых путях. Они расположены по отношению к участку загрузки и конвейеру выгрузки в виде серпантина. В аппарате размораживания полосовой путь конвейера входит наклонным бесконвейерным участком, на конце которого устанавливается синхронизатор для регулирования подачи троллеев под каждый палец тягового органа цепи. Синхронизатор управляется рычагом, получающим качение от оборотной станции с кулачком. Тяговый орган огибает приводную станцию, натяжную станцию с подвеской изнутри, оборотную станцию со звездочкой Z равно 9 и оборотную станцию с подвеской с внутренней стороны. Подвеска изготавливается монтажной организацией на месте установки станции. Рядом с оборотной станцией монтируют полуавтоматическую конвейерную стрелку, направляющую полутуши на троллеях за пределы камеры на конвейер выгрузки по наклонному бесконвейерному пути или по замкнутой цепи в сторону выхода в камеру. Система конвейеров управляется оператором с центрального пульта, а также от отдельных пультов, управляемых на рабочем месте. Загрузка, выгрузка и участки наклонных конвейеров. Техническая характеристика кольцевого конвейера И-1 ФКО представлена в таблице на слайде. Оборудование для обслуживания подвесных путей. Подвесное транспортное оборудование обслуживают с помощью стационарных, установленных на подвесном оборудовании или рядом, или передвижных, установленных для выполнения разовых операций устройств. Для этой цели применяют лебедки, электрические талии, тельферы, подъемники, площадки и тому подобное. Электрическая лебедка L2000 предназначена для подъема туш крупного рогатого скота на подвесной путь конвейера обескровливания и перевешивания с одного пути на другой. Подъемный механизм состоит из цепного барабана с приводом, в состав которого входят электродвигатель и редуктор, которые монтируются на общей сварной раме. Цепной барабан чугунный, литой, с винтовой канавкой на поверхности для укладки сварной цепи при навивании. Один конец вала барабана соединен непосредственно с ведомым валом редуктора через промежуточный вкладыш с помощью крестообразных выступов, входящих в соответствующие прорези втулки и вала. Другой конец вала вращается в сферическом шарикоподшипнике, смонтированном на стойке рамы, и имеет хвостовик с резьбой, по которому при вращении вала с барабаном передается гайка. Гайка конической поверхностью упирается в толкатели, действующие на ролике конечных выключателей. Вал электродвигателя соединяется с червячным валом редуктора предохранительно-тормозной муфтой, предназначенной для отсоединения электродвигателя. В случае перегрузки его при поднятии туши массой более 1000 кг и торможения лебедки в случае опускания туши. Автоматическое торможение выполняется тормозным кольцом с четырьмя заклинивающими роликами, находящимся в кольце. Оно заклинивается роликами и за счет трения между ступицей, тормозным кольцом и кулачком происходит плавное опускание туши. Промежуточный ролик 14 вращается на двух шарикоподшипниках, установленных на оси. В клюзе имеется крестообразный вырез для сварной цепи. В верхнем положении хвостовик крюка заходит в направляющие вырезы клюза. К хвостовику крюка приварена планка 10 с косым срезом. Когда крюк поднят в крайне верхнее положение, планка давит на ролик 9 толкателя, который нажимая на выключатель останавливает электродвигатель лебедки. Планки 12 служат для крепления крюка в верхнем положении. Во избежание падения туши с рельса при нижнем положении крюка на конце рельса устанавливают предохранительную собачку. Она принимает вертикальное положение и препятствует ходу роликовой тележки с тушей. Если крюк не примкнут к рельсу, управление лебедкой автоматическое. Назначение устройства и принцип работы электрической лебедки изложены выше. Технические характеристики лебедок представлены в таблице на слайде. Подъемники применяют для непрерывного подъема на подвесной путь туш, а также подъемы и опускания полутуш с кота. Они могут быть стационарными или передвижными для эпизодических работ. Цепными, шнековыми или тросовыми. С механическим, пневматическим или гидравлическим приводом. На слайде показаны устройства для подъема с пола и посадки на подвесной путь туш, закрепленных на троллеях и качающийся подъемник. Устройство для подъема с пола и посадки на подвесной путь туш состоит из цепного конвейера с приводной и натяжной звездочками и загрузочного приспособления для снятия троллеев с захватов и передачи их на верхний подвесной путь. На пластинах конвейера укреплены кронштейны с плоскими и загнутыми захватами для троллеев. Подвесной путь выполнен в виде двух планок, подвешенных на кронштейнах и установленных на подвесном пути. Планки направлены к подвесному пути клинообразно, с косым срезом на конце. Цепь конвейера с двух сторон снабжена руликами, расположенными симметрично кронштейном и перемещающимся по направляющим. Троллеи с закрепленными на них тушами помещают по захватам, которые при непрерывном движении конвейера перемещают троллеи с тушами к планкам. При огибании захвата приводной звездочки они поворачиваются и принимают такое положение, при котором троллеи своими бортиками располагаются на планках. Благодаря наклону планок троллеи переходят на подвесной путь, опираясь на него своей канавкой. Качающийся подъемник используют для подъема и опускания мясных туш. Он работает следующим образом. При включении электродвигателя звездочка, реверсивно вращаясь, попеременно то поднимает, то опускает втулочно-роликовую цепь, на которой закреплены монорельсы. Поднимаясь или опускаясь, монорельсы обеспечивают движение троллеев с подвешенными на них тушами. Для обслуживания подвесных путей рабочими применяют различные стационарные и передвижные устройства, помосты, площадки и тому подобное. Помосты изготавливают из стали. Они снабжены перилами высотой не менее 80 см. Лестницей с поручнем для безопасного хождения. Подъемные площадки с электрогидро- или пневмоприводом применяют для перемещения по вертикали рабочих при выполнении таких технологических операций, как забеловка, мойка, распиловка и прочее. А сейчас рассмотрим устройство и принцип действия напольного транспорта, который применяют на мясокомбинатах для перевозки различной продукции в цехах предприятия и по территории. На слайде вы сейчас видите классификацию напольного транспорта. Конструкция транспортного средства определяется характером продукции, расстоянием между пунктами передачи и их взаимным расположением, мощностью груза потока. Напольный транспорт можно условно разделить на стационарный и передвижной. Стационарный напольный транспорт представляет собой транспортные устройства, стационарно установленные в цехах предприятия. Они могут быть с тягой, электро- и гидроприводами и без них. К стационарному напольному транспорту относят лифты, нори, конвейеры, подъемники и спуски. На многоэтажных мясокомбинатах для подъема и опускания грузов и людей используют лифты. Лифт состоит из кабины клети, перемещающейся по вертикальной шахте с направляющими расположенными по краям шахты. Кабину подвешивают на тросах, канатах, наматываемых на барабан-лебедке, которая приводится в движение от электродвигателя через редуктор. Кабину уравновешивают противовесом, который движется в направлении, обратном движению кабины, по направляющим, расположенным сбоку шахты. У грузовых лифтов в кабинах имеются отрезки подвесных путей, что дает возможность, не снимая груз с подвесных путей, мясные туши, рамы с колбасными изделиями, подавать его непосредственно в кабину. Грузоподъемность пассажирских лифтов, применяемых на мясо комбинатах, 250 тысячи килограмм. Скорость подъема кабины от 0,5 до 3,5 метров в секунду. Грузоподъемность грузовых лифтов 500-2000 килограмм. Скорость подъема кабины от 0,1 до 1,5 метров в секунду. Сыпучие материалы, кормовую муку, альбумин, шквару, костную муку на расстоянии 30-50 метров транспортируют норией, вертикальный подъемник непрерывного действия. Нория представляет собой кожух из листовой стали, в котором движется лента с ковшами. Продукцию загружают в нижней части нории, где расположена натяжная станция винтового типа. Ковши, двигаясь через загрузочный бункер, захватывают продукцию и поднимают ее к разгрузочному отверстию, где устанавливают приводную станцию. Нории различают по способам загрузки и разгрузки. Во-первых, продукция зачерпывается из загрузочного бункера и засыпается в ковши. Во-вторых, выгрузка из ковшей осуществляется под действием центробежной силы. Быстроходные для транспортирования дробленой кости, кормовой муки, сухой шквары или под действием силы тяжести самого продукта. Тихоходные для транспортирования влажных и слегка слипающихся материалов. Ковши прикреплены к движущейся ленте или цепи, надетой на два шкива барабана «звездочки». Наибольшее применение на мясокомбинатах нашли ленточные нории производительностью от 10 до 14 тонн в час. Высотой подъема груза 35 метров, шириной ленты 150-180 мм, вместимостью одного ковша 0,85-1,5 кг. Подъемники – пластинчатые, скребковые, винтовые, плоско-чашечные, цепные и другие, предназначены для выполнения загрузочных или перегрузочных работ. Кроме подъемников, применяют также специальные приспособления для опрокидывания транспортной тары, тележек, бочек и прочего. Для подачи кости в дробилки используют пластинчатые погружатели. Для подъема жирового сырья – скребковые или грабельные подъемники. Для подъема кусковой или измельченной продукции на небольшую высоту применяют пневмо- и гидроподъемники с опрокидывающимися платформами или захватами, а также скиповые, плоско-чашечные подъемники. Гидроподъемник служит для подъема грузов до 100 кг. Он имеет грузовую платформу, передвигающуюся по двум направляющим стойкам. В верхней части стойк расположены блоки, через которые проходят стальные канаты. А один конец каждого каната прикреплен к грузовой платформе, другой – к противовесу, заключенному в трубу, заполненную маслом. Грузовая платформа в крайнем верхнем и нижнем положениях закреплена пружинными замками. При опускании платформы с грузом противовес поднимается. Масло перемещается через зазор между внутренней стенкой трубы и перепускной шайбой в полость трубы под противовесом. При опускании противовеса создаются зазоры между фасонным винтом и перепускной шайбой. И масло поступает в полость трубы над противовесом. Канаты от масла очищаются щетками при выходе из труб. Техническая характеристика гидроподъемника представлена на слайде. Конвейеры бывают ленточными, пластинчатыми, лотковыми, чашечными, прутковыми, скребковыми, роликовыми, ральганги и другими. Их применяют для перемещения туш, мяса, шквары, кости, шкур, мясопродуктов, консервов, соли, цемента и других. Подробно об устройстве, принципе действия, технических характеристиках в вышеперечисленных конвейерах вы можете узнать, посмотрев двухчасовую видеолекцию, посвященную внутризаводскому транспорту. Ссылку на которую вы можете найти в описании или в подсказках. Несколько подробнее рассмотрим отвесные спуски. Спуски устанавливают для перемещения грузов и их передачи с верхних этажей на нижние, а также для транспортирования готовой продукции на склад и со склада. Они бывают отвесными, наклонными и спиральными. Отвесные спуски применяют для передачи шкур, мяса, жирового сырья, кости, шквары, измельченного технического сырья, соли. Устройство спусков должно предусматривать их полную очистку и промывку и восприятие ими динамических нагрузок, вызываемых падением груза. Спуски имеют круглое сечение, откидные для ревизии дверцы на каждом этаже, загрузочную головку в начале и затвор в конце. Наклонные спуски бывают гладкими и роликовыми. Наклонные гладкие спуски применяют для транспортирования жирового сырья, кишок, голов, рогов, субпродуктов. Швы сваренных спусков тщательно зачищают для скольжения продукта и мойки спуска. Стенки спуска укрепляют при помощи хомутов, консолей и растяжек. После окончания смены спуски очищают, промывают водой из шланга и дезинфицируют. Длина спуска зависит от расстояния между точками загрузки и выгрузки продукции и угла наклона спуска. Диаметр спуска определяют с учетом размеров перемещаемого продукта и зазоров между ним и стенкой спуска, обеспечивающих свободное перемещение груза. В таблице на слайде представлена техническая характеристика гладких спусков, из которой вы можете выбрать диаметр спуска и угол его наклона к горизонту. Для перемещения голов, шкур, кишок, ширового сырья, копыт, рукца, крови, крупного рогатого, мелкого рогатого скота, свиней. Спиральный роликовый спуск служит для транспортирования местных туш с верхних этажей на нижние. Туши перемещаются под действием собственной массы. В результате вращения крестовины. Производительность спуска составляет 45-50 туш в час. В зависимости от перемещаемого груза принимают следующие углы наклона. Для гладких спусков при перемещении тяжелых тюков и мешков 20-23 градуса, мешков корзин и ящиков коробок 19-23 градуса, ящиков с бутылками 16-20 градусов, роликовых спусков при перемещении коробок и ящиков 4,5-7 градусов, ящиков с бутылками 6 градусов. Передвижной напольный транспорт. Применяют для погрузки, выгрузки и укладки грузов, а также для перевозки на значительные расстояния. В зависимости от назначения и конструкции транспорта и наличия тяги различают электротележки и электрокары, авто и электропогрузчики, электротягачи и электроштабелеры, тележки различной конструкции и вагонетки. Электротележки и электрокары выполняют внутри заводские, складские и другие перевозки. Электротележки приводятся в движение электродвигателем постоянного тока, питаемым от аккумуляторной батареи. Авто и электропогрузчики предназначены для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на закрытых и открытых складах в производственных цехах с твердым покрытием пола. На мясокомбинатах распространены электропогрузчики грузоподъемностью 0,5-0,63-1,5 и 2 тонны, то есть с высотой подъема груза до 4,5 метров. Электропогрузчики грузоподъемностью до 1 тонны и высотой подъема груза до 1,8 метра оборудованы сменными приспособлениями для работы в крытых железнодорожных вагонах. Для придания универсальности электропогрузчикам используют сменные грузозахватные приспособления. Кантователь, боковой захват, вилочный захват, многоштыревой захват, штырь, стрелу, ковш и другие. Устанавливаемые на каретку грузоподъемного механизма с помощью простейших зажимов. Замена одного приспособления другим занимает не более 10-15 минут. Грузовые тележки различной конструкции служат для горизонтального межоперационного перемещения сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции в цехах и на складах мясокомбинатов. В зависимости от механизмов передвижения и подъема, различают тележки с ручным передвижением и гидравлическим подъемом груза, с механическим передвижением и подъемом груза вручную, с механическим передвижением и механическим подъемом груза. Преимущество механических тележек, управляемых с пола, это небольшие размеры и маневренность. Их грузоподъемность составляет от 0,5 до 2 тонн. Грузонесущую часть тележки выполняют в виде открытой платформы для перевозки штучных грузов и грузов в таре. Емкостей для жидких, вязких, сыпучих и тестообразных продуктов. Стоек со стеллажами и рамами для перевозки продукции на противнях, лотках, палках, навешанных на крючках. Пирамиды при укладке и перевозке шкур. Козел при разделке туш, телят и свиней мелкими партиями. Грузы в емкостях цилиндрической, ковшовой и специальной формы перевозят на тележках с двумя колесами. Ящики, бочки, корыта, ванны, а также емкости на опорах транспортируют на тележках с подъемной платформой. Далее рассмотрим устройство и принцип действия напорных трубопроводов. То есть оборудование для напорного транспортирования сырья и мясопродуктов. Которые включают, как я уже сказал выше, технологические трубопроводы, арматуру и устройства для создания напора в транспортируемой технологической среде. То есть насосы. Основные элементы технологического трубопровода это трубы, образующие с помощью соединительных и фасонных частей, гаек, фланцев и тому подобное, трубопроводную систему. Трубы характеризуют наружным диаметром и толщиной стенки. На мясокомбинатах наиболее часто используют трубы из нержавеющей стали диаметром условного прохода 25, 36, 50, 70, 100 мм. Для удобства сборки, разборки и мойки трубопровод составляют из труб длиной от 2 до 3 метров. При разборной мойке трубопровода целесообразно применять муфтовое соединение. Для уплотнения муфтового соединения используют прокладку, изготовленную из пищевой резины, полиэтилена и других пластмасс. Штуцеры и ниппели приваривают к трубам атомно-водородной или аргонно-туговой сваркой. Кроме труб из нержавеющей стали, применяют трубы из меди, латуни, алюминия, лужёные, оловом, а также стеклянные и полимерные. Для распределения, регулирования, смешивания, отключения и сброса перемещаемых технологических сред трубопроводы снабжают арматурой. Она бывает запорной, регулирующей, дресселирующей, предохранительной и контрольной. Всю арматуру подразделяют на управляемую, работа выполняется по соответствующей команде и автономную, а работа совершается потоком рабочей среды или изменением её параметров. По способу приведения в действие арматура бывает с ручным приводом, управляется за счёт вращения маховика или рукоятки, насаженных на шпиндель или ходовую гайку, и приводной, действует от электрического, пневматического или другого привода. Напор в транспортируемой технологической среде создаётся насосами различных конструкций, а также средствами вибро-, пневмо- и гидротранспорта. Насос – это гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию двигателя в энергию перемещаемой жидкости. Разность давлений продукта в насосе и трубопроводе обуславливают её перемещение. Насосы подразделяют на два типа – динамические, центробежные и объёмные. В центробежных насосах давление на продукт создаётся центробежной силой, возникающей при вращении исполнительного органа насоса – лопастных колёс. В объёмных насосах разность давлений возникает при вытеснении продукта из замкнутого пространства, корпуса насоса, исполнительными органами – шестерни, кулачки, винты, шнеки, ролики и тому подобное, движущимися возвратно-поступательно или вращательно. К объёмным насосам относятся коловратные, шестерённые, шланговые, винтовые, шиберные и пластинчатые, паршневые, плунжерные, мембранные или диафрагминные. Центробежные насосы применяют для перекачивания жидких сред, бульонов, рассолов и других. Объёмные – для перекачивания пластично-вязких продуктов, мясного фарша, жиров, температуры близкой к застыванию и других. Установка А1ФН-2К для перекачивания фарша. Основной частью этой установки является винтовой насос. Кроме этого, в состав её входят станина, привод, приёмный бункер, фаршепровод и шкаф управления. Винтовой насос находится в чугунном корпусе и представляет собой двухвинтовой вытеснитель. Привод насоса – электродвигатель, от которого вращение через ремённую передачу передаётся ведомому валу. Последний через упругую втулочно-пальцевую муфту вращает входной конец вала распределительной коробки, которая передаёт взаимно противоположное вращение винтам вытеснителя. Привод заключён в кожух. К корпусу насоса крепится приёмный бункер и фаршепровод. Установкой управляют с помощью электроаппаратуры, расположенной в отдельном навесном шкафу. Фарш из приёмного бункера поступает в корпус, заполняет объёмы между корпусом и винтами, вращающимися в противоположные стороны, перекачивается в нагнетательную полость, а затем в фаршепривод. В цехах убоя скота и разделки туш. Технические характеристики установки для непрерывного перекачивания фарша А1ФН2К представлены в таблице на слайде. В цехах убоя скота и разделки туш продукты убоя животных транспортируют гидротранспортом. Сыпучие мелкокусковые продукты, мясокостная мука, сухая кровь, мелкодробленная кость и другие перемещают пневмотранспортом. Основные части конструкции пневмо- и гидротранспортных линий – передувочные баки и трубопроводы. Пневматические передувочные баки служат для введения продуктов в трубопровод и обеспечения давления воздуха, необходимого для его перемещения. Наиболее надежными для передувки всех продуктов считают вертикальные передувочные баки. Передувочный бак R3FPG применяют для сбора и передувки по трубопроводам мясных, жировых и нежировых мягких конфискатов и технической крови с помощью сжатого воздуха. Бак состоит из корпуса, представляющего собой вертикальную емкость с эллиптическим днищем и блока управления, в который входят пневматические и электрические пульты. К днищу по вертикальной оси приварено переходной выгрузочный конус. В верхней части бака расположен загрузочный патрубок с приваренным фланцем. Затвор шиберного типа это цилиндрическая обечайка, к верхней части которой приварена плоская крышка, а к нижней фланец для присоединения к загрузочному патрубку. Электрический пульт имеет лампы, сигнализирующие о наличии напряжения, закрытии затвора, заполнении бака, загрузки до среднего уровня. Бак работает циклически. Открытие затвора, загрузка сырья, закрытие затвора с одновременной блокировкой открытия, передувка. Управление работой бака выполняется поворотом рукояток до соответствующих отметок на лицевой панели. Для предотвращения открытия бака, находящегося под давлением и подачей воздуха, краны управления передувки сблокированы. Санитарную обработку бака проводят подачей пара при закрытом затворе. Назначение и конструкция передувочного бака R3-FPD аналогичны назначению и конструкции бака R3-FPG. Передувочный бак R1-FP2E предназначен для пневмотранспортирования по трубопроводам мясных, жировых и нежировых мягких конфискатов, крови, мездры и технических зачисток. Его применяют на мясокомбинатах, в цехах убоя скота и разделке туш и на птицефабриках. Бак включает в себя вертикальный цилиндрический сварной сосуд, непосредственно бак. И блок управления, состоящий из пневматического и электрического пультов. В верхней части бака имеются загрузочная воронка и затвор с пневмоприводом, датчик заполнения. Внутри пневматического пульта установлены пневмораспределитель для управления затвором и трехходовой кран для подачи сжатого воздуха в бак на передувку. К пневматическому пульту подводится сжатый воздух, а от него идут вводы к пневмоприводу затвора и непосредственно в бак. На вводе в бак установлены манометр и предохранительный клапан для санитарной обработки бака. К пневматическому пульту через проходной кран подводится пар. По мере загрузки бака уровень сырья повышается. Оно начинает контактировать с поверхностью датчика заполнения. При этом замыкается цепь и включается цветовая и звуковая сигнализация. При наличии сигнала о заполнении загрузку прекращают. С пневматического пульта закрывают затвор и подают сжатый воздух. Последний вытесняет сырье из бака и продвигают по трубопроводу. При его выходе из трубопровода давление воздуха резко падает, что свидетельствует об окончании передувки. После чего подачу воздуха в бак прекращают и открывают затвор. Цикл повторяется. Технические характеристики передувочных баков приведены в таблице на слайде. Разбавление транспортируемого продукта водой снижает рабочее давление перемещения, но уменьшает производительность. В начале работы транспортной линии необходимо пропускать через трубопровод в летний период холодную, а в зимний – горячую воду. В конце работы трубопровод промывают горячей водой и подсушивают воздухом в течение 10-15 минут. При разбавлении сырья водой его загружают в передувочный бак и одновременно заливают водопроводную воду. При наполнении бака до 50% загрузку прекращают, открывают кран на воздушной линии и подают одновременно сжатый воздух в передувочный бак и пневматический цилиндр механической геремитизации бака. После выгрузки сырья из бака цикл повторяется. И в конце видео рассмотрим требования безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования мясокомбинатов. Грузы массой более 20 кг на расстояние более 25 метров необходимо перемещать только с помощью подъемно-транспортных устройств и средств механизации. Ручная загрузка и разгрузка транспортных средств допускается только с рамы или специально оборудованных площадок, находящиеся на одном уровне с площадкой транспортных средств. Внутри цеховой транспорт, электрокары, авто и электропогрузчики, грузовые тележки оборудуются надежными тормозами, обеспечивающими тормозной путь при скорости 10 км в час не более полутора метров. При коэффициенте скольжения 0,5. Мелко штучный груз разрешается перевозить в таре, ящиках или навалом на тележках с бортами. Высота укладываемого груза не должна превышать высоту бортов. Спуски, скаты, склизы, желоба должны обеспечивать плавное, без ударов, продвижение перемещаемого груза. Для сыпучих материалов следует выполнить спуски в виде трубопроводов. Ширина рабочей поверхности спусков должна быть не менее ширины перемещаемых грузов. Высота бортов, устанавливаемых для предохранения грузов от падения, не менее 2 третей от высоты груза. При скорости движения груза по наклонным спускам более 1 метра в секунду необходимо предусматривать гасители скорости, амортизаторы, встречные уклоны и тому подобное. Монтаж и эксплуатацию подъемников предназначенных для загрузки оборудования бункеров необходимо выполнять в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Подъемник должен иметь ограждение высотой 1 метра от пола с дверцей для загрузки, с блокированной спусковым устройством. При открытой дверце подъемник не должен работать. Для ограничения подъема и спуска ковша в его крайне верхнем и нижнем положениях должны быть конечные выключатели. Работа без конечных выключателей или при их неисправности не допускается. Стальные канаты, применяемые на кранах, а также стропы, должны соответствовать действующим стандартам и иметь сертификат, свидетельство завода-изготовителя об испытании. Канаты без сертификатов к испытанию не допускаются. Стальные грузовые канаты и канаты-стропы выбраковывают по количеству оборванных проволок на одном шаге свива, а также по глубине износа и коррозии. Износ звена сварочной или штамповочной цепи допускается не более 10% первоначального диаметра. Периодичность осмотра грузозахватных приспособлений должностными лицами составляет Траверс – один раз в 6 месяцев, клещей и других захватов – один раз в месяц, строп – каждые 10 дней, за исключением редко используемых, которые осматриваются перед работой. Тросы для управления лебедкой должны быть расположены в стороне от поднимаемого груза туши на расстоянии 1,2-1,5 метра и снабжены удобной, не скользкой рукояткой. Конвейер в начале, в конце и на всем протяжении не более чем через каждые 10 метров должен иметь кнопки аварийной остановки, расположенные в легкодоступных и освещенных местах. При прохождении конвейера через несколько помещений кнопки «Стоп» должны быть в каждом помещении, а кнопки «Пуск» только в одном или двух конечных пунктах. На участках конвейеров, находящихся вне зоны видимости оператора пульта управления, должна быть установлена предупредительная, звуковая или световая сигнализация, которая включается автоматически при пуске конвейера. От момента подачи сигнала до пуска конвейера должно быть достаточно времени, минимум 10 секунд, чтобы люди, которые обслуживают этот конвейер, могли отойти в сторону. Наклонные и вертикальные участки конвейеров должны иметь предохранительные приспособления, предотвращающие возможность обратного хода или превышение скорости конвейеров в случае отключения привода. Срочная остановка конвейера в случаях, предусмотренных производственной инструкцией путем нажатия кнопки «Стоп» должна производиться лицом первым, обнаружившим аварийную ситуацию. Проходы и рабочие места, расположенные под трассой прохождения подвесного конвейера, должны быть ограждены сеткой, обеспечивающей защиту персонала от травм в случае падения груза с конвейера. Вращающиеся элементы конвейеров, расположенные ниже 2,4 метра, а также привод, должны быть закрыты кожухами. Переводные стрелки подвесных путей конвейеров должны иметь устройства для перевода, управляемые с пола. Путевые балки подвесного конвейера, к которым должны крепиться полосовые или трубчатые пути, должны иметь шестикратный запас прочности. Подвески полосового пути, при помощи которых полосовой путь прикрепляется к путевым балкам, должны обладать несущей способностью не менее 430 кг и обладать запасом прочности не менее 1,5 номинальной нагрузки. После монтажа и обкатки, а также периодически, один раз в 3 года, конвейеры должны быть подвергнуты статическим испытанием при нагрузке 1,25 и динамическим испытанием при нагрузке 1,1 от номинала. Стрелки подвесных путей должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 500 кг и обладать запасом прочности не менее 1,5. Крайние положения перемещений должны быть ограничены. Скорость движения цепных конвейеров должна быть при транспортировании штучных грузов стопками 0,1-0,15 м в секунду, а при транспортировании отдельных штучных грузов ящиков 0,3-0,5 м в секунду. Расстояние между осями роликов должно соответствовать размерам перемещаемого груза, таким образом, чтобы он не опирался не менее чем на 3 ролика. Расстояние между осями роликов должно соответствовать размерам перемещаемого груза, таким образом, чтобы он опирался не менее чем на 3 ролика. Угол наклона роликового конвейера должен быть не менее 4 градусов. В конце наклонных роликовых конвейеров при скорости движения груза более 1 м в секунду должны быть установлены гасители скорости в виде встречных уклонов или амортизаторов. В складах сырья и готовой продукции между штабелями устраивают проходы не менее 1,25 метра. Между штабелем и стеной помещений 0,6-0,7 метра. При использовании ручных тележек, электротележек и погрузчиков ширина проходов между штабелями должна быть не менее максимальной ширины грузового транспорта плюс запас в размере 0,8 метра. А при двустороннем движении не менее 2,1 максимальной ширины грузового транспорта плюс 1,5 метра. В камерах непосредственно за грузовой дверью следует оставлять свободную от груза площадку размерами 3,5 на 3,5 метра. Для маневрирования напольного электротранспорта Грузы в стопках и мешках, не сформированные в пакеты, необходимо укладывать в штабеля в перевязку. Для устойчивости штабеля следует прокладывать рейки каждые 2-3 ряда ящиков и доски через каждые 5-6 рядов по высоте. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную устройству и принципу действия подъемно-транспортного оборудования мясоперерабатывающих производств. Благодарю вас за внимание! Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях, отправьте его по ватсапу тем людям, которым оно может быть интересно. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok